От Мадалиева Сразу же, замекая вперед, сказал, что у Кирилла очень тяжелая осень Он прошел все этапы Кубка мира, блистательно выступал Сейчас он не может не быть уставшим, но нам по большому счету это мало интересно Если это, конечно, единственное оправдание Если же Кириллу удастся сегодня победить, ну это будет прекрасная вишенка на великолепном торте Мишу Дориного не сбрасываемся считал, его место в тройке призеров тоже вполне вероятно Итак, дорожка номер 5, дорожка номер 1 Кирилл Пригода, Кирилл Доринов И это 200 метров браса Вот Кирилл по традиции выигрывает старт Во всяком случае с тумбы улетел он быстрее Вышел из-под воды корпус преимущества Вот так бы на сотни, согласитесь Но, знаете, вот то волнение на 100 метровке Может быть уже сейчас поможет Кириллу сделать свое дело, так как подобает Тогда тоже было все хорошо, результат достойный Но мы ждали чуть большего Ну начинает, естественно, Кирилл выше раскладки рекорда мира Это нормально, потому что его основа проплывания все-таки быстрое начало Не сумасшедшее, не безбашенное быстрое начало А просто у него большое преимущество скорости перед соперниками Фактически здесь, кроме Козеки и Джуша Пино Нет никого, кто был бы в финале на 100 метровке браса Все остальные ребята более тихоходные, но выносливые Поэтому Кирилл просто обязан выигрывать первую сотню Что в принципе и происходит А дальше смотрим самое интересное По идее Кириллу должно хватать Кстати, любопытный факт Наш многократный чемпион мира Антон Чубков Безусловно, не ставим под сомнение его величие и так далее Но в коротких бассейнах я, честно говоря, не очень много помню Раз, когда он выиграл у Кирилла Даже вот у меня в памяти отложилось, что сразу же после триумфального чемпионата мира в Багапеште Буквально через несколько дней в Москве в коротких бассейнах Кирилл Пригода выиграл у Антона Чубкова Ну и, если честно, то еще раз повторюсь В коротких бассейнах Кириллу чаще Ну, во всяком случае, за последние годы, на моей памяти, в крупных турнирах Чаще Кирилл брал вверх Так что 25 метров до завершения дистанции И Кирилл Пригода выигрывает почти корпус у ближайшего преследователя Есть вероятность, что это наша первая золотая медаль Марко Кок, действующий рекордсмен мира Начинает сильно прибавлять, но Кирилла уже не догнать И это новый мировой рекорд 2 минуты 16 сотых Вот где был этот Кирилл вчера на 100 метров брасом Хотя, я думаю, благодаря сегодняшнему заплыву Мы прощаем ему все, что было накосячено в предыдущие годы Десятилетия, с самого рождения Прощаем все, что только можем простить Кирилл Пригода чемпион мира Рекордсмен мира на дистанции 200 метров брасом Ох и команда у нас Ну и поздравляем Конечно же, поздравляем Фантастическая раскладка Ни одного сантиметра не проиграл соперникам Имеется тут даже погладкой скорость Я думаю, сейчас, если мы получим раскладку Нет ни одного отрезка, где бы Кто-либо из соперников показал более высокую скорость Ну и Марко Кох Мало того, что не стал чемпионом мира Ну и попрощался своим последним рекордом Который ему принадлежал Очень, очень важная золотая медаль для российской сборной Для Кирилла Потому что как-то так получается, что Начинаем мы смиряться с тем, что Кириллу постоянно не везет Ну вот это постоянно начинает прерываться Во-первых, блистательная серия Кубков мира Но это можно было поставить под сомнение Вчерашняя 100 метровка опять-таки попадала в общую картину Но сегодняшний заплыв Это фантастика Сборная России в восторге Молодцы Все молодцы Без команды, естественно, есть, конечно, спортсмены, которые выступают без команды Но это не наш вариант Командный дух довольно важен для наших ребят Ну и все признают Команда несопоставимая с тем, что было когда-либо Итак, новый чемпион мира Новый рекордсмен мира Кирилл Пригода Судя по всему, дает интервью на английском Что тоже, в принципе, большое достижение для отечественных спортсменов